Прошлый раз мы обсудили в каком-то смысле самый решительный момент во всей этой истории. Собственно, создание квантовой механики в ее первой форме. Форм квантовой механики поначалу было два, матричная, а позже появилась волновая. Потом люди поняли, что это одно и то же, и получился некий такой синтез, который, собственно, и стал современной квантовой механикой. Ну так вот, значит, первый вариант квантовой механики, совершенно правильный и вполне современный, создали фактически вот три человека – Хайсенберг, Борн и Юрдан. Ну вот это мы как раз все в прошлом году, на прошлой лекции и обсудили. А тут сейчас на сцене появляется еще один важный персонаж, причем действительно крайне своеобразный. Это Поль Дирак. Значит, ну, во-первых, мелкие комментарии по произношению. Фамилия – это французского происхождения, поэтому английские правила, по которым ударение, как правило, на первом слоге, на нее не распространяются. Кто говорит Дирак, тот, в общем-то, не прав. Так вот, значит, отец Поля Дирака был из Швейцарии, откуда-то из окрестностей Женева, вот из франкоязычной небольшой, меньшей части Швейцарии. Ну, он осел в Англии, в Бристоле, и там преподавал французский язык в тамошнем коммерческом училище и техническом колледже Бристоле. Технический колледж, вообще говоря, считался частью университета Бристоля, но был, ну так, по ниже уровням и готовил не ученых, а готовил практических работников для промышленности. Родился Поль Дирак в 1902 году, а мать его была дочерью капитана торгового судна, работала библиотекарем где-то тоже там в Бристоле. У него еще был старший брат, который потом покончил жизнь самоубийством, но это было заметно позже. Вот. Значит, отец, преподаватель французского языка, был человеком исключительно строгим и требовал, чтобы вся семья, по крайней мере, за столом во время, ну там, совместных трапез, обедов, ужинов и так далее, разговаривала исключительно на французском, причем грамматически правильно. Полю это было сложно, поэтому он предпочитал молчать. И поэтому вот он, судя по всему, и стал на всю жизнь человеком исключительно молчаливым. Говорят, пишут, что разговоры с ним в основном сводились к тому, что окружающий, то его собеседник задавал ему разные вопросы, а Дирак отвечал «да», «нет» или «не знаю». Одно из трех. Больше он ничего не произносил обычно. Ну вот, значит, в 1914 году Поль поступил в среднюю школу претехническом колледже, которая была вот отнюдь не гимназия, которую мы обсуждали, а основная направленность там была практическая такая, техническая. А в 1918 году поступил на инженерный факультет Брестольского университета. Дирак потом писал неоднократно, что инженерное образование, то есть по специальности, по которой он обучался, это была электротехника. Ему на самом деле в жизни помогло существенно не тем, что он там узнал что-то полезное, а тем, что он понял, что приближенные методы решения задач – это хорошо, а не плохо. Потому что в детстве он, в общем-то, увлекался такой, ну, чистой математикой и считал, что, ну, все надо решать точно, а когда решение не точное, а приближенное, это так, второй сорт, в общем, это недостойно рассмотрения. Вот инженерное образование помогло ему понять, что это не так. Любимым предметом его, тем не менее, была математика там, а не электротехника. И он очень интересовался в это время теорией относительности. Прочитал несколько популярных книжек. Там в этом университете какой-то философ читал лекции по теории относительности, но там в этих лекциях было больше философии, чем правильных формул, поэтому они его не очень устраивали. Ну, вообще, в общем-то, это, похоже, такой признак будущего физика, что первое знакомство с теорией относительности производит на всех будущих хороших физиков неизгладимое впечатление. Значит, вот в 23-м году он закончил этот самый электротехнический... А, нет, прошу прощения, в 21-м, не туда посмотрел. Получил степень бакалавра электротехники, но в это время была экономическая депрессия, и он не смог найти работу такую вот инженерную. Ну, плюс к тому, где-то еще до окончания этого факультета он проходил практику на каких-то заводах, и где, в общем, его работодатели были о нем не сильно высокого мнения. То есть, как практический инженер он себя, похоже, не проявил. И поэтому он продолжал посещать занятия в университете, так неофициально как бы, на математическом факультете. В 23-м году он сдал экзамены за математический факультет Брестольского университета, получил там какой-то диплом с отличием или что-то в этом роде, и получил грант, который позволил ему поступить в аспирантуру Кембриджского университета. То есть, до того у них не было достаточно денег, чтобы поехать куда-то в уважаемый университет, вот в Кембриджске, например. Значит, в Кембриджском университете он поступил в колледж Святого Иоанна. То есть, Кембриджский университет, если вы знаете, в общем-то, состоит из таких почти независимых друг от друга колледжей, где студенты и преподаватели тоже живут. Некоторое очень небольшое количество каких-то централизованных лекций проводится университетом как целое, но большая часть обучения производится по колледжам. Причем колледжи, они не делятся по специальностям. В одном колледже живут и учатся студенты самых разных специальностей. Такая вот, значит, система. И там он слушал лекции по статистической механике, по электродинамике, которых раньше он не слушал. Такой настоящей электродинамики, максвилловской. Не теория цепей какая-нибудь, которую инженерам преподает. Изучил и, похоже, очень хорошо изучил, потому что это сказывалось всю его последующую жизнь. Очень глубоко изучил аналитическую механику. И дальше он, в общем-то, методами уравнения Гамильтона и так далее пользовался всю жизнь очень широко. Так, научным руководителем у него был Фаулер, который в основном занимался статистической механикой. Ну и в те времена статистическая механика и квантовая теория нарождающиеся были, в общем-то, весьма тесно связаны. И этот же самый Фаулер познакомил поле Дерака с нарождающейся квантовой физикой, атомной физикой, скажем так. Дальше вот мы подходим к этому решающему году, году создания квантовой механики, 25-му. В 25-м году Хайсенберг летом, сразу после того, как он написал свою первую статью с открытием квантовой механики, съездил как раз в Англию и выступил там с докладом в клубе Капицы. Капицы, как вы знаете, один из любимых учеников Резерфорда и много лет жил в Кембридже. Он там организовал клуб, на котором делались доклады по физике. Доклад Хайсенберга назывался «Зоология термов из Емановской ботаники». Название вполне характерное, то есть показывающее отсутствие какой бы то ни было систематизации в этих предметах, кроме самой такой эмпирической. Вероятно, в конце этого доклада он упомянул и о своих новых идеях, которые были положены, изложены вот в этой его новой статье о квантовой механике. Но, впрочем, Дерак, который на семинаре присутствовал, ничего об этом не помнит. Но в любом случае наверняка Хайсенберг поговорил с Фаулером, и Фаулер его попросил прислать ему корректуру статьи, когда она появится, когда Хайсенберг что надо в ней там исправит. Это был распространенный способ обмениваться информацией до публикации в журналах. Впрочем, надо сказать, что в те времена журнальные статьи выходили, в общем-то, очень быстро. Наверное, потому что их не так много было, как сейчас. Ну вот, так вот, значит, Хайсенберг действительно послал правленную корректуру статьи Фаулеру, а Фаулер отдал ее почитать Дераку. В первый момент даже эта статья тоже не очень показалась интересной, Полю Дераку, но потом однажды, вот осенью, во время прогулки, значит, Дерак вообще у него был совершенно строгий и определенный, так сказать, режим жизни. Во все рабочие дни, включая субботы сюда, он занимался там с утра до вечера очень много, или изучал что-то, или, ну, вот, занимался наукой. По воскресеньям он всегда ходил гулять в длинные пешеходные прогулки где-то по окрестностям Кембриджа. И вот в октябре, во время такой прогулки, ему пришла в голову мысль, что коммутаторы, которые появились в новоявленной квантовой механике, аналогичны с копком Куассона в классической аналитической механике. Те и другие антисимметрично, в общем, что-то такое похожее. Но он не помнил наизусть определение скобок Куассона, а в воскресенье библиотека была закрыта, поэтому немедленно посмотреть учебник у Этекера по аналитической механике он не мог. Он с большим трудом дотерпел до открытия библиотеки в понедельник утром, тут же посмотрел это определение, тут же убедился, что аналогия действительно есть и очень сильная, и как раз продемонстрировав, что действительно коммутаторы в пределе перехода к классической механике по принципу соответствия превращаются фактически в скобки Куассона, он написал первую свою статью по квантовой механике, которая вышла где-то в конце 1925 года. И статья эта во многом была независимым переоткрытием того, что было во второй статье у Туборна-Юрдана. Но отчасти он даже пошел дальше них, и в частности вот это вот соответствие между коммутаторами и скобками Куассона – это, собственно, достижение Дерака, и никого больше. Дальше он… Я что-то продолжу немножко хронологию дальше, докуда мы еще не дошли. Дальше он интенсивно пытался уже в 1926 году решить в рамках квантовой механики задачу об атоме водорода. И… Ну, тут вот на самом деле мне не вполне понятно, он ее действительно решил или он ее почти решил. Нет, пытался понять эту статью, она на самом деле сложная и длинная. И… В общем, создается какое-то впечатление, что он не до конца решил задачу об атоме водорода, там некоторые вещи остались неопределенными. Какая-то константа неопределенная фигурировала. А вот. То есть в любом случае это решение было явно менее красивым, чем то, что примерно в это же время получил Паули. У Паули была красивая идея использовать этот дополнительный закон сохранения. Так, ну, дальше в 1926 году он защитил диссертацию по своим уже нескольким статьям по квантовой механике и поехал в Копенгаген к Бору. Все создатели квантовой механики Ронелли поздно ездили в Копенгаген, жили там по нескольку месяцев. Значит, там в Копенгагене он сделал несколько совершенно замечательных работ. В частности, рассмотрел систему тождественных частиц и рассмотрел… Это уже был 1926 год, это уже после уравнения Шелдингера, когда волновая функция появилась в науке. Свойства симметрии относительно перестановки. Он, собственно, первый фактически так чётко высказался, что волновые функции систем бозонов симметричны, а систем фермионов антисимметричны. Там же он создал то, что он называл теория преобразований. Это как раз такой объединённый вариант квантовой механики, в котором уже нет разницы между матричным подходом или подходом, связанным с волновым уравнением Шелдингера. Всё пишется вполне единообразно, а можно использовать взаимозаменяемым образом то, что делалось в рамках этих подходов. В частности, в этой цели он ввёл дельта-функцию, в чём сильно опередил математиков. Математикам потребовалось ещё изрядно много времени, чтобы это как-то переварить и придумать теорию обощённых функциях или, как по-английски она именуется, distributions. И построил теорию излучения, основанную на квантовании электромагнитного поля. И вот тут-то он, на самом деле, впервые чётко и прояснил вопрос, что же такое фотон или квант света. То есть до сих пор все предыдущие такие смутные и туманные догадки Эйнштейна и немногих людей, которые с пониманием к нему относились, они не были какой-то такой логически замкнутой теорией. Они состояли из противоречивых кусков. А вот уже по Дераку с использованием квантования электромагнитного поля Дерак сразу всем и объяснил, что есть собственное колебание электромагнитного поля, они есть гармонические осцилляторы. Если какой-то из этих осцилляторов возбуждён на n-ный уровень, то говорят, что значит, есть анфотонов, каждый с энергией H-омега. То есть у фотона есть кванты вот этого квантованного поля. И никаких туманных рассуждений про дуализм волна-частицы или про что-то, в общем-то, не требуется. Всё вполне чётко и логично описывается формализмом квантовой теории. Дальше я совсем быстро скажу ещё несколько последующих событий. Значит, в 1927 году он приезжал в Кюттинген. Кроме того, посетил Сальвеевский конгресс. Сальвеевский конгресс – это, в общем-то, сборище очень небольшого числа самых выдающихся физиков своего времени, так или иначе связанных с созданием квантовой теории. В этом же 1927 году он получил уравнение Дирака. Пожалуй, самый главный всё-таки результат. Хотя результатов у Дирака очень и очень много. Он любил ездить по всяким разным местам. В частности, в 1929 году поехал в лекционный тур по США. Потом вместе с Хайзенбергом, который тоже в это время был в США, они пересекли Тихий океан на каком-то пароходе, приехали в Японию, где тоже почитали лекции, что тот, что другой. И потом он вернулся домой через Транссибирскую магистраль, через всю Россию. Хайзенберг поехал каким-то другим путём, через Индию, насколько я помню. В 1930 году вошло первое издание его знаменитой книги «Принципы квантовой механики», где он очень ясно изложил. Собственно, это был первый действительно хороший учебник квантовой механики. И в 1932 году он стал профессором в Кембридже, сменил на атомпостул Армора, который вышел в отставку. Это должность, там должности в большинстве своем именные, поскольку Кембриджский университет имеет там традицию с, я не помню какого года, но очень давно. Там эти самые кафедры основывали какие-то меценаты и филантропы в каких-то давно забытых веках. Так вот, эта должность называлась «Лукасовский профессор». И «Лукасовским профессором» в свое время был Ньютон. Ну а вот с 1932 года эту должность занял Поль Дирак. В более недавнее время «Лукасовским профессором» был Стивен Хокинг. Ну и в 1933 году ему присудили Нобелевскую премию совместно с Шрёдингером за новая форма квантовой механики. Ну, дальше я уже рассказывать не буду. Значит, одна из основных характерных черт статей, написанных Дираком, состоит в том, что он сначала все очень глубоко и детально продумывал в уме, а потом садился и записывал текст очень лаконично и очень ясно. И в этом тексте почти не требовалось поправок. То есть стиль работы совершенно противоположный стилю работы, скажем, Нильса Бора, который писал длинно, писал, ну, я бы сказал, не всегда очень ясно и понятно. И меньше, чем 10 корректур у него никогда не бывало. То есть он этот текст продолжал изменять, не только переписывая черновики кучу раз до посылки в печать, но даже после посылки в печать. Ну, вот статьи Дирака отличают ясность и лаконичность в первую очередь. И его книгу по квантовой механике тоже характеризуют те же главные особенности. Но говорят, что лектором он был не очень хорошим, потому что он, однажды тщательно продумав какой-то вопрос, считал, что он понял наилучший способ изложения этого вопроса раз и навсегда и больше от него не отклонялся. Поэтому на лекциях по квантовой механике Дирак фактически близко к тексту рассказывал свою книгу. А если какой-нибудь студент просил у него объяснить более подробно какой-то вопрос, ну, повторял то же самое еще раз, потому что лучшего способа объяснить он все равно не знал. Значит, знаменитое такое высказывание Дирака состоит в том, что физические законы должны обладать математической красотой. То есть вот этот критерий математической красоты был для Дирака, в общем-то, самым важным. Важнее соответствие с экспериментом, важнее всех прочих возможных критериев. То есть некрасивая теория, которая соответствует какому-то количеству экспериментов, с его точки зрения была, ну, в общем-то, неким недоразумением. И его метод работы, как он сам его называл, состоял в том, в игре с уравнениями. То есть как надо сделать с точки зрения Дирака великое открытие физики? Надо выбрать какую-нибудь красивую область математики, начать играть с уравнениями в этой области математики, и потом надеяться, что все это будет иметь какое-нибудь отношение к физике. Вот именно в такую сторону, а не в обратную. Когда-то, много позже в жизни, там, в общем-то, все физики высказывались там что-нибудь насчет Бога. Бог не играет в кости, там, или еще чего-нибудь. Так вот, Дирак где-то в поздние свои годы сказал, что Бог это математик высочайшего уровня. Он создавал Вселенную по четкому математическому плану. Такой смысл этого высказывания. А его язык и в детстве женщины-постыни. Нет, его, но не его, то есть похоронен-то он во Флориде, в США, но после его смерти табличку с его именем, датами жизни и формулой уравнения Дирака поместили в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Где-то там же есть могила Ньютона и других выдающихся людей. По характеру Дирак был исключительно своеобразным человеком и по характеру и по складу мыслей. Я уже говорил, что он был очень молчаливым. И про него рассказывают огромное количество разных историй, которые скорее всего уже в значительной степени преобразованы при долгой передаче от человека к человеку. Это такой специальный жанр физического фольклора. Но скорее всего они при том и на чем-то основаны. Истории эти начинаются фактически с его детства. Но я не знаю, я думаю, что многие из вас многие из этих историй читали, но на всякий случай я их повторю, потому что они действительно совершенно замечательные. Первая видимость таких историй это рассказ про то, как Дирак еще когда учился в школе, участвовал в какой-то математической олимпиаде, и там была задана такая задача. Значит, три рыбака приплыли на остров, ловили рыбу, потом собрались спать ложиться, один из них решил уехать домой, поделил всю рыбу на три части, одна осталась лишней, он ее выбросил в реку, забрал свою треть и уехал. Потом проснулся другой рыбак, тоже почему-то решил уехать домой, не знал, что уехал первый, опять поделил всю рыбу на три части, опять одна осталась лишней, он ее выбросил, забрал третью и уехал домой. Потом утром проснулся третий рыбак, почему-то не заметил, что тех двух уже нет, опять поделил всю рыбу на три части, выбросил одну лишнюю рыбу и уехал домой. Спрашивается, сколько было рыб. Дирак решил эту задачу так, рыб было минус две, когда первый рыбак выбросил одну рыбу в реку, их стало минус три, и он уехал увозить с собой минус одну рыбу. Остальные двое проделали точно то же самое. Следующая знаменитая история, когда Дирак выступал на семинаре, он там что-то такое рассказывал, писал на доске, спросил, вопросы есть. Кто-то из аудитории сказал, я не понимаю, какую получили вон ту формулу. На что Дирак ответил, это утверждение, а не вопрос. Вопросы есть. Дальше, когда наоборот Дирак был слушателем на семинаре, на котором выступал Клейн, рассказывал про его от формулы Клейна и Нишина, сечение Кампетонского рассеяния. Он что-то там на доске считал и в конце концов получал ответ с неправильным знаком. Ну и сказал, прошу прощения, я в каком-то месте перепутал знак. Дирак с места поправил. Вы хотите сказать в нечетном числе мест. Ну вот, насчет различия стилей написания статей его и Бора, я уже говорил, когда он приехал к Бору, у Бора в разное время были, ну там, разные молодые физики вокруг него, и его стиль написания статей был такой, что он диктовал, а кто-то из его там учеников записывал. Ну и в процессе этого они обсуждали все это. Бор попытался было использовать Дирака таким же образом для диктования ему статей, но очень скоро оказалось, что это невозможно, потому что однажды Бор диктовал ему какую-то очень длинную фразу, потом вдруг остановился и говорит, я не знаю, как закончить это предложение. На что Дирака ответил, меня в школе учили не начинать предложение, если я не знаю, как его закончить. Значит, еще тоже знаменитая история, значит, у Дирака была теория, что существует оптимальное расстояние, на котором женское лицо выглядит наиболее привлекательно, поскольку в обоих предельных случаях в нуле и на бесконечности привлекательность обращается в ноль, ничего не видно, значит, между ними должен быть максимум. Логично. Впрочем, логично, если... Да-да-да, вот если она отрицательна, я то же самое хотел сказать, если привлекательность отрицательна, то у нее должен быть минимум, а не максимум. Так, значит, потом как-то, ну там, я не знаю, где, по какому поводу собрались известные физики и обсуждали почему-то какие-то вопросы, связанные с религией. А, причем было известно, что Дирак атеист. Ну, что-то они там говорили, после чего Пауле сказал, на самом деле у нашего друга Дирака тоже есть своя религия. Ее главная заповедь звучит так, Бога нет, и Дирак пророк его. Еще один случай, когда Дирак ехал с кем-то в поезде куда-то, а потом они возвращались обратно, ну там на день куда-то съездили, ну вот, и у этого спутника Дирака в кармане что-то на обратном пути что-то бренчало. Он сказал, прошу прощения, это у меня бутылочка, баночка с таблетками. Когда мы ехали туда, она была полная и не бренчала, а теперь она уже не совсем полная, она поэтому бренчит. Дирак немного подумал и сказал, наверное, она бренчит сильнее всего, когда она полна наполовину. На самом деле тут есть весьма такая глубокая аналогия с морем Дирака полностью заполненным и так далее. Но, впрочем, можно было бы подумать, что это его потом навело на такую мысль. На самом деле, к сожалению, это не так, потому что эта история случилась уже позже уравнения Дирака, моря и позитронов. Теперь, значит, так. Мехра, который потом написал многотомный труд по истории квантовой механики, который, в общем-то, был знаком лично с большинством ее создателей, но был, естественно, много-много моложе. Однажды в какой-то компании был там вместе с Дираком, сел там рядом с ним и собирался завязать с ним беседу, ну, а как в Англии можно завязать беседу с человеком, надо что-нибудь сказать о погоде. Поэтому он сказал, очень ветрено сегодня, не правда ли? Дирак, молча, ни слова не говоря, встал и ушел, и вышел в дверь этого дома. Мехра, бедный, никак не мог понять, чем же он обидел великого физика. Через минуту Дирак вернулся, сел рядом и сказал, да. Значит, еще одна история. Однажды Дирак был на экскурсии в каком-то старинном замке, где-то в Англии или в Шотландии. И там экскурсовод сказал, что вот в этой комнате ровно в полночь появляется привидение. Там довольно часто, не каждую полночь, но регулярно. На что Дирак спросил, в полночь по Гринвичу или по декретному времени? Там у них в Англии тоже время на час отличается от истинного астрономического. Если бы это происходило сейчас, он бы еще спросил по летнему или по зимнему, но тогда до таких высот еще не дошли, переходов на летнее и зимнее время еще не было. Совершенно замечательное есть интервью. Дирак какое-то время был в Принстоне, в знаменитом Institute of Advanced Studies. И в это время к нему пришел какой-то газетчик американский. Ну, американские газетчики что такое? Такие развязанные люди, которые... Ну, в общем, понятно. Но поскольку это интервью совершенно замечательно, я постарался записать почти все близко к тексту. Значит, вот этот самый корреспондент пишет. Я постучал в дверь. Войдите, сказал профессор Дирак. Это было наиболее длинное его высказывание за время нашего интервью. Профессор, я заметил, что перед вашей фамилией стоит куча букв. Ну, П-А-М, Дирак, как известно. Они что-нибудь означают? Нет. То есть, я могу написать что угодно? Да. Будет окей, если я напишу по Анкаре Лоизиус Муссолини. Лоизиус, если кто не помнит, это отец Гитлера. Да. Мы замечательно продвигаемся. Не расскажете ли в двух словах, чем вы занимаетесь? Нет. Хорошо. Будет ли все в порядке, если я напишу, что профессор Дирак решил все проблемы математической физики, но не знает, как предсказать результативность какого-то там игрока в гольф, в бейсбол, прошу прощения. Там фамилия стоит, но мне она ни о чем не говорит. Да. Что вам больше всего понравилось в Америке? Картошка. Мне тоже. Какой ваш любимый вид спорта? Китайские шахматы. Это меня ошарашило, я таких никогда не слышал. Вы ходите в кино? Да. Когда? В 1920-м. Может быть, еще в 30-м. Любите ли вы читать комиксы по воскресеньям? Да. Это показывает, что мы больше похожи, чем я думал. Говорят, что вы, Эйнштейн, единственные два настоящих высоколубых и единственные, кто действительно может понимать друг друга. Я не буду спрашивать, так ли это, потому что знаю, что вы слишком скромны, чтобы это признать. Но я хочу узнать, встречался ли вам парень, которого даже вы не понимаете? Да. И кто же это? Виль. Тут наше интервью неожиданно завершилось. Если этот профессор Виль когда-нибудь приедет к нам в университет, постараюсь его понять. Надо же иногда проверять свой интеллект. Ну вот. Вот это вот, значит, что написал американский газетчик, когда Дирак, ну там, был с визитом в университете где-то. А, нет, впрочем, да, это не в Принстоне, это где-то в другом университете, не помню где, не важно. Ну вот, значит, в первой статье Дирака содержалось, в общем-то, некое замечательное утверждение, которое я сейчас хочу и показать. По методу, что ли, и стилю, это немножко похоже на первую статью Хайзенбурга. Ну и была на ней основана насчет того, как можно применять принцип соответствия, чтобы наводить мосты между классической механикой и новой квантовой механикой. Ну вот, речь идет про то, какой смысл у коммутатора. Вот, начнем с классической механики. Ну и опять же, пишу в одномерном случае. Пусть есть две каких-то физических величины, характеризующих одномерное колебательное движение какой-нибудь системы. Ну что-нибудь типа осциллятора, но не обязательно линейного. Вот, допустим, есть, и напишем их после преобразования к переменам действия угол. То есть, считаем, что классическая задача уже решена. Мы нашли каноническое преобразование к переменам действия угол, где, ну вот, переменное действие есть константа, интеграл движения, а переменная называемая угол линейно зависит от времени. Тогда, вот, если есть величина х, которая зависит от вот этих переменных действий и угол, то по углу она должна быть периодичной, поэтому представляет собой ряд фурьер. Это, значит, будет сумма по всем гармоникам х, л, которые зависят от ж, ну, энергия тоже зависит от ж, так что можно считать, что это есть функция энергии, на е в степени минус и л, фи. Ну, пусть есть еще другая величина, скажем, у от ж и фи, которая тоже дается таким же рядом фурьер, это сумма по всем гармоникам, у, л, зависящим от интеграла движения ж на е в степени минус и л, фи. Тогда что можно сказать про коммутатор в квантовой теории? Вот у Хайзенберга больше всего удивляла в его новой теории то, что умножение у него не коммутативно получилось. Вот, допустим, есть Х, Y минус Y, X, и возьмем от этого матричный элемент из какого-то стационарного состояния N в какое-то состояние N минус K, например, которое на K ступенечек ниже. Значит, это будет что? Это будет сумма естественно таких вещей. Сейчас про пределы суммирования потом напишу. Я сначала напишу выражение, которое под знаком суммы. Скажем, здесь будет стоять X минус XN минус L минус M, M, а здесь N минус L да, правильно. Y будет N минус L M. минус наоборот y n-l-m n-l на x n-l-m считается, что l-m равняется k то есть сумма фактически по l но при вот таком вот условии значит сейчас я сделаю вполне законную математическую операцию, прибавлю в вычту одинаковый член это будет опять такая же сумма а членов здесь уже будет больше значит, что-то я прибавлю в вычту но вот это место надо мне уследить внимательно потому что потому что я действительно довольно долго не мог понять по какому принципу это вычитание и прибавление делалось значит вот оно как выглядит xn-l-m n-l-x n-m n и все это на y n-l n n-n 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 Что, где-то неправильно? Может быть, я, в общем-то... В второй скобке первая слугаемая, наверное, n-l-n, n-l. А, во второй скобке. А, ну, может быть, да, может быть, я и ошибся, да. Похоже на то. Ну вот, значит, во что это переходит в пределе больших квантовых чисел? То есть, допустим, n велико, ну, а l и m порядка единицы. Как это обычно бывает. Вот такой предельный переход к случаю классической механики. А это переходит в следующую вещь. Ну, опять же, напишу здесь сумму. Значит, здесь будет стоять минус l dx m от n по dm по dn. Так, на y, на y, l от n. Значит, вспоминаем, это мы в прошлый раз говорили, что когда у нас есть переход из состояния n в состояние n-l, то это в классике превращается в l на dx по dm. В этом, собственно, у нас состоит принцип соответствия нельсобора. Вот я тут им и воспользовался. Так, это с минусом. А с плюсом будет стоять m наоборот, потому что здесь вот m буковка лишняя. m на dy, l от n по dm на x, m от n. Вот так. Ну да, вроде все логично пока. Значит, теперь вот эту вот l и вот эту вот m можно засунуть внутрь вот этого члена и этого члена, если написать их в видеопроизводных по φ. В видеопроизводных по φ. То есть это будет... Ну, я здесь продолжу. Это будет такая вещь. Это будет все та же самая пока что сумма. Здесь я напишу минус. Ну, минус здесь был. Это вот этот первый член. Теперь я помножу и поделю на h. Тогда вот этот первый будет dxm от g по dg. Ну, потому что n от g отличается множителем h просто. Это условие квантования. Боро-Зумберфельд. Так. А второе... То, что здесь осталось, я напишу как d... А, ну да, я даже более этого напишу, от g и φ. А то, что здесь осталось, я напишу как d... y, l, от g и φ по d φ. Ну, вот. Ну, и... Значит, плюс... А, ну да, и еще надо сюда приписать, конечно. Так. Потому что y, l зависит от φ, как e в степени минус e, l φ. Значит, по φ я дифференцирую и получаю минус e, l. Ну, а на e умножаю это то же самое, что вот этот множитель l. Все правильно. Ну, вот видите, все это все больше и больше похоже на скобку полосуна. Ну, а плюс второй член, который пишется примерно так же. Это будет dx, dy, прошу прощения. dy, значит, какой? l по d ж на i dx m по d φ. Ну, вот. Итого, значит, что это можно написать? Можно написать, что это есть минус e, h на сумму dx m по d ж, dy, l по d φ. Минус, наоборот, m по d φ, dy, l по d ж. l – это просто есть минус e, h. Ну, вот эта сумма – это ряд фурии. Если каждый элемент здесь зависит от φ вполне понятным образом, вот таким вот, как положено. Значит, здесь получается просто минус e, h, dx, полная уже сумма, по d ж на dy по d φ, минус dx по d φ, dy по d ж. Ну, или пишу последнюю строчку. Это есть минус e, h, скобка пуассона от x, y. Вот, значит, это действительно… Ну, еще раз напишу. Первое открытие Дерака в области основания квантовой механики состоит в том, что коммутатор двух величин x и y в пределе, ну, вот, соответствующем принципу соответствия, в пределе классической механики, всегда превращается в минус и h на скобку пуассона x и y. На самом деле, скобки пуассона совершенно все равно. Она инвариантна относительно канонических преобразований. Здесь мы написали ее в терминах φ, которая есть координата, и ж, которая есть сопряженный к ней импульс. А можно описать в терминах любой координаты и соответствующего ей сопряженного импульса. Ну, ладно. То есть это вот действительно красиво. Отсюда, в частности, конечно же, следует и вот эта формула, что p и q равняются минус и h, потому что как раз-таки их скобка пуассона равна единице. То есть это некое обобщение вот этого вот коммутационного соотношения, впервые написанного Борном. Так. Ну, пожалуй, все пока вот об этих ранних работах Дирака. Потому что его более позднее достижение надо будет рассматривать после волновой механики. Ну, поэтому, значит, сейчас мы перейдем как раз к следующему вопросу. И для этого придется несколько вернуться назад по времени. Потому что эта вот вторая линия развития, которая привела к волновой механике, она развивалась параллельно. И только где-то вот в самом конце эти две линии объединились вместе. Про это мы будем говорить, я думаю, уже в следующий раз. А вот откуда взялась волновая механика? Ну, придумал ее Шрёдингер. Но до этого еще нам надо дойти. А первые намеки на нее получил и опубликовал Луи де Бройль. Значит, Луи де Бройль француз, как очевидно. И более того, как уже видно из присутствия Де в его имени, в общем-то, не простой француз из дворя. Значит, родился он в 1892 году где-то во Франции. Я точно не помню где, да, это, в общем, не очень важно. Его отец был пятый герцог де Бройльи. В общем-то, на самом деле не де Бройль, а де Бройльи. Более правильное, видимо, французское произношение. Ну, да ладно. А мать тоже какая-то Де Армай, внучка наполеоновского генерала. У него был старший брат Морис де Бройль, который был физиком-экспериментатором. Еще было, по-моему, две сестры и, по-моему, еще один брат, который умер в раннем возрасте. Так что детей у этих аристократов было целая куча. И Луи де Бройль сначала и достаточно долго учился дома. То есть, учителя просто к нему приходили и учили. В 1906 году отец умер. Морис, соответственно, стал шестым герцогом де Бройльи и взял на себя заботу о всем семействе. А, кстати, Луи де Бройль тоже унаследовал титул князя Священной Римской империи. По-французски это пишется как «принц». Но это не означает «принц» в нашем понимании слова. Это означает «князь». Как оказывается, я, в общем-то, и не знал, но герцог – это главнее, чем князь. Ну, кто их там разберет, ладно. Вот, значит, и тогда Луи де Бройль пошел дальше учиться в лицей Жансон де Саи. И в 1909 году закончил его, получил степень бакалавра по философии и математике. В 1910 году он пошел в Парижский университет. И сначала он там изучал историю и право. Вообще, во всей этой семье традиционно в течение многих поколений были в основном военные и дипломаты. Ну, а потому ему как бы была прямая дорога куда-то в чиновники высокого ранга. Но это дело ему не понравилось. Он разочаровался в этом самой истории и праве. И стал больше заниматься тем, что читал работы по Анкаре и читал материалы Первого Сальвеевского конгресса, на котором эти самые материалы собрал и издал его старший брат Морис Дебройль. Поэтому это ему было вполне легко. То есть его очень заинтересовала как раз нарождающаяся квантовая теория. Потом он пошел, ну не пошел, это вроде бы было обязательно, пошел на армейскую военную службу. Сначала где-то в форте каком-то там, потом его быстренько перевели по протекции брата в службу беспроводных коммуникаций. И служил он большую часть своей военной карьеры прямо на Эйфелевой башне, где стоял какой-то радиопередатчик для передачи всяких там радиосообщений войскам в разных местах. Но потом началась Первая мировая война, и так он всю Первую мировую войну, я так понимаю, и просидел там на Эйфелевой башне. И только в 1919 году после окончания ее он демобилизовался и поступил в аспирантуру этого же Парижского университета, где слушал лекции Ланжевена по теории относительности. Опять то же самое, очень увлекся теорией относительности. Это действительно существенный признак будущего физика. Знаком был также с Бриллионом. Ну а потом он стал работать в частной лаборатории старшего брата. Вот у этого Мориса Дебройля была просто где-то дома, в сарае, условно говоря, своя лаборатория, где в основном он и еще и несколько каких-то его помощников занимались физикой рентгеновских лучей, фотоэффектом отчасти. Ну и довольно много обсуждали эти вещи, в частности, вот про рентгеновские лучи. Про рентгеновские лучи Морис Дебройль, который, в общем-то, был экспериментатором, который знал прекрасным образом про свидетельство волновой природы рентгеновских лучей, знал также и, что есть свидетельства в пользу того, что это частицы. Например, то, что они ионизуют газ. Так что вот эти рентгеновские лучи могут выбивать электроны из атомов газа. Поэтому Морис, в общем-то, глубоко в теоретические вопросы не вдавался, но считал, что каким-то образом там присутствуют и волны, и частицы в рентгеновских лучах. Ну вот, значит, Луи Дебройль в этой же кухне варился. И вот в 1923 году он как раз высказал свою знаменитую гипотезу о волновых свойствах материальных частиц по аналогии с гипотезой квантов света Эйнштейна. И как гипотеза квантов света Эйнштейна была, в общем-то, весьма смутной и неясной, и никакой логически последовательной теории за ней не стояла, так и эта гипотеза Дебройля тоже была совершенно такой составленной из каких-то противоречивых элементов. В 1924 году он защитил диссертацию, основанную на этих работах. И, кстати говоря, это уже к нам, к нашему периоду не относится, но вот после смерти старшего брата в 1960 году он унаследовал герцогский титул, наконец-таки. Детей у него не было, он вообще не был женат, и детей не было, так что вот этот герцогский род прервался со смертью Луи Дебройля. Значит, что же предложил Дебройль в 1923 году? Ну, он предложил, что с движением любой материальной частицы, электрона, например, связана, как связана, непонятно, ну, неким образом связана волна. И если, ну, то есть, вот просто плоская волна, и в степени минус икx. Причем вся эта теория у Дебройля писалась исходно в релятивистки инвариантном виде, то есть это не было нерелятивистского приближения здесь. А импульс частицы, четырех импульс, связан с вот этим четырехмерным узловым вектором, формулой Дебройля, P равно hk. В частности, нулевая компонента этой формулы – это как раз знаменитое соотношение E равно hω, известная еще планку, которой его и предложил. Значит, что можно хорошего сказать про эти волны? А, ну да, ну, естественно, PμPμ равно m². А, ну, наверное, еще надо c² приписать. Я, в общем-то, привык считать, что c равно 1, но поскольку здесь мы сейчас c за единицу не берем, то, значит, релятивистская формула, которая позволяет выразить P0 через P-вектор, энергию через импульс. Можно посчитать групповую скорость этих волн. То есть что, ну, такая правильная, так сказать, физическая скорость, это скорость волновых пакетов, и она дается именно групповой, а не фазовой скоростью. Это Дебруэль понимал, ну, и потом посчитал. Значит, групповая скорость, как она определяется? Она определяется как d омега по dk. То есть сейчас мне бы опять не забыть где-нибудь букву c, потому что я очень привык без нее обходиться. Ну, если посчитать вот по вот этой вот формуле омега пропорциональна P0, а k пропорциональна P-вектору, то можно убедиться, что получится просто P на P0. То есть правильная релятивистская формула для скорости частицы. Это групповая скорость волны Дебруэля, а это скорость частицы с импульсом P. Ну, хорошо. То есть некая аналогия уже просвечивает, прослеживается. Следующий шаг – это правило квантования. Здесь надо на цену. Что? На цену. Что, нет, по-моему, все правильно здесь написано. На цену. А, ну да, здесь, наверное… А, ну да, вот как. Вот здесь, наверное, цена. Вот что. Вот здесь надо цена. Да, вы правы. Значит, подход к правилам квантования у Дебруэля был, в общем-то, исключительно простой. Если есть ядро, вокруг него летает электрон, по какой-нибудь, скажем, эллиптической орбите, с электроном как-то связана какая-то волна, то на вот этой вот замкнутой орбите должно укладываться целое число длин ву. И как это можно написать? Ну, это можно написать так, что вот интеграл dL, dL – это элемент длины вдоль орбиты, делить на лямбда равняется n целому числу. То есть лямбда в разных местах разная, потому что импульс в разных местах разный. Все это зависит от положения электрона относительно ядра. Так, там же потенциал есть. Поэтому лямбда – это, вообще говоря, переменная величина. Но, тем не менее, на орбите должно укладываться целое число ву. Ну, если учесть, что k, k, ну, там модуль вектора k – это есть 2π на лямбда, подставить эту сюда лямбду, подставить, то получится что? Получится интеграл k dL, получится, должен быть равен 2πn. Ну, или что то же самое, по основной формуле Дебройля, интеграл p dL, интеграл от импульса по всей траектории – это 2π. то есть получается формула квантования Боро-Зоммерфельда. Такая вот некая наглядная интерпретация. Но как именно волновая часть движения связана с частицей, Дебройль, естественно, совершенно не представлял. И писал, по крайней мере, в таких ранних своих работах, что-то типа того, что распространяется волна, и она ведет за собой частицу. То есть вот это распространение волны определяет траекторию частицы. Это, конечно, потом было все опровергнуто, как слишком наивное представление. Но самое основное, что Дебройль предсказал вот в этих своих работах и в своей диссертации, это то, что можно проверить вот такую волновую картину, попытавшись наблюдать дифракцию электронов. На чем можно смотреть дифракцию электронов? На кристалле. Потому что как раз межатомные расстояния в кристаллах, они правильного порядка величины, как раз соответствуют длине волны электрона при довольно таких умеренных энергиях, которые легко создать при не очень больших энергиях. Значит, существует история, которую рассказал бывший ассистент Леннарда после смерти Леннарда, что в Хайдельберге, в экспериментах Леннарда, якобы еще задолго до всего этого наблюдалась дифракция электронов. Что если внимательно посмотреть на проявленные фотопластинки, сделанные Леннардом, там можно увидеть эти самые дифракционные максимумы и минимумы. Но это на самом деле сомнительная история, потому что вроде бы, как потом люди прикидывали, фокусировка электронного пучка у Леннарда была недостаточно острой. То есть импульсы имели заметный разброс по углу, и все эти дифракционные картины должны были размазаться, и их не должно было быть видно. Но однако же в каком-то смысле дифракцию электронов действительно наблюдали до предсказания Дебройля. Вот об этом я скажу сейчас чуть-чуть попозже. А сейчас я просто скажу, как распространялась эта информация. Ну, это была вот некая диссертация и несколько статей в французском журнале, на французском языке, который, в общем-то, они немногие знали. К диссертации, ну, то есть он ее успешно защитил, но ей даже те, кто принимал эти экзамены, в общем-то, не очень поверили, что все это имеет какое-то отношение к действительности. Ну, вот Ланжевент сообщил о работах Дебройля на 4-м Сальвеевском конгрессе в 1924 году и особенно более подробно рассказал о них Эйнштейну. Эйнштейн в это время, ну, понятно почему, потому что все это было сделано по аналогии с гипотезой Эйнштейна о световых квандах. Эйнштейн в это время как раз занимался разработкой статистики Боза Эйнштейна, прочитавши статью Боза, и он очень заинтересовался, и как раз Эйнштейн был чуть ли не единственным человеком, который всерьез отнесся вот к этим работам Дебройля. Как-то при встрече там где-то Эйнштейн рассказал об этом Борну, а Борн стал обсуждать этот вопрос с своим другом-экспериментатором Франком и еще одним экспериментатором, который у Франка в это время был, по фамилии Эльзайсер. Эльзайсер сразу заинтересовался, можно ли наблюдать экспериментально дифракцию электронов. На это Франк неожиданно ответил, а это, видимо, 25-й год был, кстати говоря, неожиданно ответил, что ее уже наблюдали, так что даже ничего делать не надо. На самом деле он сказал, что ее наблюдал Дэвисон. Дэвисон – американский физик-экспериментатор, который много лет занимался изучением рассеяния электронов на поверхности металла. Никеля в основном. В основном он использовал никель. И у него там наблюдались какие-то максимумы и минимумы в угловых распределениях. И Франк сказал, что это и должны быть эти самые дифракционные эффекты. Дифракция на, так сказать, дифракционной решетке, построенной из атомов на поверхности этого никеля. Они действительно, Франк и Эльзайсер посмотрели внимательно опубликованные результаты измерений 21-23 годов, то есть уже несколько лет назад все это было. И действительно там обнаружили, что там можно разглядеть дифракционные максимумы и минимумы. Причем в этих экспериментах энергия электронов бывала разной. Ну и, соответственно, длина волны по формуле Дебройля была разной. И чем больше энергия, чем больше был ускоряющий потенциал, который эти электроны ускорял перед рассеянием, тем меньше длина волны. И, соответственно, смещались эти дифракционные аккортики. Кроме того, Эльзайсер понял, что этим же можно объяснить эффект Рамзаура. Эффект Рамзаура, который, кроме Рамзаура, наблюдал еще несколько экспериментаторов, это тоже где-то начало 20-х, 21-22 год. Он состоял в том, что Рамзаур смотрел рассеяние электронов на атомах инертных газов, и оказывалось, что при некоторых энергиях сечение рассеяния становится очень маленьким. Много меньше, чем такой вот наивный размер атома, этого там аргона или криптона, или какого он там использовал. Ну, а Эльзайсер подумал, что это может объясняться интерференцией Бомде-Бройля. Ну, тогда этот самый Эльзайсер написал статью обо всем, об этом, о том, что дифракцию электронов уже видели, и о том, что можно интерференционными вещами объяснить эффект Рамзаура. И послал ее в какой-то журнал. А, Франка он там поблагодарил. Франк, во-вторых, не числился в этой работе. Издатель этого журнала как-то отнесся очень с большим сомнением к этой статье и спросил несколько известных физиков, Фон Лауэ в том числе, стоит ли ее публиковать. Никакого ответа он от них не добился. Видимо, они были заняты своими делами и не очень интересовались издательскими вопросами. Тогда он спросил у Эйнштейна. Эйнштейн горячо поддержал эту статью, и она была опубликована в 1925 году. То есть уже в данных 1921-1923 года Эльзайсер и Франк, который ему помогал, обнаружили свидетельство в пользу дифракции электронов. Но на самом деле такие более надежные и более широко известные опыты были, конечно, несколько позже. Тот же самый Дэвисон продолжал свою линию исследований по рассеянию электронов на поверхности никеля. И тут ему помогло некое неожиданное обстоятельство. Значит, Дэвисон и его помощник Джермер в 1925 году уставили там очередной эксперимент. Там у них была никелевая мишень, накаленная до большой температуры. И в это время у них взорвался дюар с жидким воздухом. Трубка, в которой помещалась мишень, естественно, была тут же разлетелась на мелкие осколки. И мишень горячая в воздухе тут же сильно окислилась, появилась пленка окисла. Мишень эта была им чем-то дорога, и они стали ее упорно восстанавливать. Чтобы ее восстановить, они там убрали с ее поверхности окись, потом стали испарять внешний слой никеля. То есть ее нагревали до высокой температуры и ждали. Действительно, поверхностный слой им убрать удалось и обеспечить ровную поверхность этой мишени. Но в результате того, что ее очень долго держали при высоких температурах, она перекристаллизовалась. И вместо множества микроскопических кристалликов, ориентированных случайным образом, в этой мишени оказалось всего несколько штук крупных монокристаллов никеля. После этой аварии, после устранения ее последствий. И угловые распределения рассеянных электронов на этой мишени после этого события сразу радикально изменились, стали совсем другими. В 1926 году он получил некие первые результаты с максимумом рассеяния в направлениях, которые предсказывают под бреговским углом, как для рентгена точно так же. Но тогда они еще выглядели эти результаты немного так, не слишком отчетливо. Отчетливо он их обсуждал на конференции, приезжал в Европу, обсуждал там с Борном, Франком, другими людьми. И в 1927 году он получил уже абсолютно хорошие и надежные результаты для рассеяния электронов разных энергий на поверхности никеля. Получил дифракционные максимумы под бреговскими углами, получил, что длина волны действительно дается формулой Дебройля, поверхности твердого тела, то есть такое рассеяние назад. Эксперимент от другого типа проводил, например, в это время этим занялась куча народу, проводил Томпсон, сын Джи Джи Томпсона, который открыл электрон. Вот некий Джи Пе Томпсон, Томпсон младший, тоже с какими-то помощниками, они проводили эксперименты по-другому. Использовали тонкие пленки и на проход, так сказать, электронный пучок проходил через эти пленки насквозь и рассеивался. И там они тоже использовали очень тонкие фольги металлов, использовали какие-то другие материалы, пластинки, слюды, например. И тоже увидели дифракцию на просвет. Ну и значит, как всегда с заметным опозданием, в 1937 году Нобелевскую премию присудили Дэвисону и Томпсону, как открывателям в эксперименте, а не каких-то там предсказаний, дифракции электронов. Причем тут есть очень, конечно, забавное обстоятельство, состоящее в том, что Джи Джи Томпсон, Томпсон старший, который открыл электрон, частицу, он получил Нобелевскую премию за доказательство того, что электрон – это частица. Его сын получил Нобелевскую премию за доказательство того, что электрон – это волна. Ну ладно, это мы уже забежали, конечно, вперед. Но вот поначалу к гипотезе Дебройля о волновой природе электрона очень мало кто отнесся всерьез. Ну вот, пожалуй, что за исключением Эйнштейна. Ну а дальше следующий действительно крупный шаг сделал Шрёдингер. Ну ладно, сейчас я, пожалуй, действительно немножко расскажу про Шрёдингера, а что именно он сделал, наверное, это уже будет в следующий раз. Значит, еще один из главных создателей квантовой механики – это вот Эйнштейн Шрёдингер, который родился в Вене в 1887 году, то есть он несколько старше. Ну вот там Хайзенберг, Паули, Дирак – это все в районе 900-го года рождения, то есть им в 1925 году было 20 с чем-то. Шрёдингер несколько старше, отец его был владельцем химической фабрики, которая выпускала клеенку и линолеум. Учился Эрвин в академической гимназии, такое классическое образование с упором на гуманитарные предметы. Легко был лучшим учеником в классе, практически по всем предметам. Он увлекался, но чем в Вене можно увлекаться? Театром, естественно, главное его увлечение в молодости. Кроме того, он интересовался физикой и хотел поступить в Венский университет, чтобы стать учеником Больцмана. Больцман, конечно, самый знаменитый представитель физики был в Вене. И поступил он в этот самый университет в 1906 году, но к его большому расстройству, как раз в 1906 году, перед этим, Больцман покончил жизнь самоубийством, и лекции уже пришлось читать его ученику Хазинерлю. Хазинерлю тоже теоретик, ученик Больцмана. Говорят, очень способный и очень блестящий теоретик, которого убили во время Первой мировой войны, поэтому сделать он успел мало. И как раз в своей Нобелевской лекции Шрёдингер говорил, что если бы Хазинерлю не убили, то на его месте сейчас стоял бы Хазинер. Ну, стоял бы или нет, это никто не знает, но вот по теоретическую физику читал Хазинер, ученик Больцмана, экспериментальную физику читал Экснер. И ранняя работа Шрёдингера, они были экспериментальные, связанные с тематикой исследований Экснера. Вот для своей диссертации, которую он защитил в 1910 году, он занимался как раз такими типичными экснеровскими темами, связанными с атмосферным электричеством, проводимостью воздуха и влиянием радиоактивных веществ на проводимость воздуха в частности на проводимость воздуха в природе, а не где-то в лаборатории. Очень сильно влияет радон, который выделяется из урансодержащих элементов, урансодержащих минералов, которые встречаются в горных породах. Но этот радон, например, его легко сдувает ветром, поэтому проводимость воздуха просто вот где-то в поле, на природе, она в разные времена бывает очень сильно разная, на много порядков, разная в зависимости от погоды, накопился там этот радон или его весь с дуба. Вот измерениями электропроводности воздуха он как раз и занимался. В 2010 году защитил диссертацию, после чего пошел на год обязательной службы в армии. В 2011 году он вернулся, стал ассистентом Экснера. В это время он занимался уже и так, и вот этими экспериментальными работами, и теоретическими, в основном по статистической физике, по физике диэлектриков в частности. Он написал в 2012 году некий большой обзор по диэлектрикам. Кроме того, еще одно у него было такое увлечение. В это время и на самом деле он его сохранил большую часть жизни. Он интенсивно занимался вопросом цветового зрения человека. Там все не так просто. То есть, на самом деле биологи это знают. Есть три всего типа каких-то светочувствительных клеток в глазе человека, которые как раз действительно воспринимают в основном красный, зеленый и синий цвет. Поэтому глаз человека можно обмануть. Любой цвет, который может отличить от другого глаз человека, можно построить из красного, синего и зеленого, что активно используется в телевизорах. А на самом деле, естественно, возможных распределений интенсивности света по частотам есть бесконечно много. Ну, так сказать, бесконечно мерное пространство. А глаз человека видит трехмерное пространство цветов всего лишь. Ну, вот Шрёдингер, в частности, как раз занимался вопросом, когда человеческий глаз воспримет два разных по спектральному составу цвета как одинаковые, при каких условиях они… То есть, это действительно там где-то в поле зрения делилось пополам. В одной освещалось одним цветом, в другой – другой. Крутя ручки, он пытался добиться, чтобы вот эта граница исчезла с точки зрения наблюдателя. Потом он написал, ну, много позже, там, какой-то большой обзор на эту тему про цветовое зрение. В общем, довольно разнообразные интересы. В 2014 году он защитил то, что называется хабилитейшн, то есть, ну, а-ля докторская диссертация, то, что дает право преподавать в университете и, там, в перспективе спать, стать профессором. Но в 2014 году началась Первая мировая война, и поэтому его опять забрали в армию. И всю Первую мировую войну он служил в артиллерии, где-то в горах, наверное, на границе с Италией. Но там был, в общем, относительно спокойный участок, ну, там что-то стрелять, и там его батарея время от времени приходилось, но не то, чтобы тяжелых боев там не было. И так что у него оставалось время, там, читать научную литературу, чем-то заниматься. Значит, в 2018 году он вернулся в Вену, но там как-то было с работой сложно, и вообще там Австро-Венгрия распалась, всякие политические неурядицы, то все. Поэтому он, вот, в 2020 году он женился и подался в Германию. Там он в Германии работал очень по короткому времени, в нескольких разных университетах, там, Гена, Штутгарт, Бреслау. И, наконец, в 2021 году перебрался в Цюрих. Вот это уже относительно надолго, ну, хотя тоже не очень, с 2021 по 2027, вот я вижу, он был в Цюрихе, в Цюрихский университет. В Цюрихе два высших учебных заведения, университет и политехникум, или политехнический институт, я не знаю, как его правильнее по-русски назвать. Причем политехникум в каком-то смысле более знаменитый. И там как раз в разные времена было больше всяких знаменитых и великих физиков. Но он-то работал в Цюрихском университете. А вот в политехническом были Дебай, Виль, такой математик с физическим уклоном, Шерер, физик, экспериментатор. То есть много известных людей. Ну, сейчас я тут тогда кратко скажу весь оставшийся класс, потому что именно в Цюрихе он разработал волновую механику и уравнение Шерезненкера. Это был в каком-то смысле самый плодотворный период его жизни и работы. Но в 1933 году... А, нет, сначала в 1927, прошу прощения, важный этап пропустил. В 1927, после длительных сомнений, он согласился на предложение Планка перебраться в Берлинский университет профессором Берлинского университета, потому что Планк вышел в отставку, нужен был преемник. Там он дружил с Эйнштейном, с Фон Лаве. Но потом в 1933 году к власти пришли нацисты, что Шерезненкеру сильно не понравилось. И он эмигрировал и поехал в Оксфорд. Некоторое время, временно он там работал в Оксфордском университете. Но там по целому ряду причин ему жилось не очень хорошо. Но тогда, вот я уже говорил, что он в 1920 году женился. Он был женат на вот этой, как ее там звали, Анне-Марии, всю жизнь фактически, до самой смерти. Но семейная жизнь у него была какая-то очень своеобразная. Детей у них не было. И у Эрвина Шерезненкера, и у его жены были многочисленные романы с другими людьми. Причем некоторые из них тянулись многие годы. И какие-то случайные недолгие интрижки. И у Шерезненкера было три дочери от любовниц, от разных. Все три. Ну и вот в частности, когда он приехал в Англию, он добился того, чтобы там какого-то химика из Германии, его жену тоже пригласили в Оксфорд. А эта самая жена этого химика была как бы второй женой Шерезненкера. И оксфордское общество было этим сильно шокировано и как-то сильно неодобрительно относилось к Шерезненкеру. А, кстати, его жена много лет была любовницей Вилля, знаменитого математика и, в общем-то, коллеги. То есть там как-то все это было достаточно у них запутано. Но в результате неодобрительного отношения общества и того, что в Оксфорде никто особо не занимался теоретической физикой, он согласился, как выяснилось зря, согласился вернуться в Австрию, в свою родную страну. Ну, то есть она уже была не Австро-Венгерская империя, а просто Австрия. Стал профессором университета в Граце. Ну, а в 1938 году, как известно, произошел аншлюз. Германия присоединила к себе Австрию, как считается добровольно. Там референдум был, то-се. Значит, вот после аншлюза Шерезненкер по настоятельной рекомендации ректора университета опубликовал где-то в газете некое письмо с одобрением этого самого аншлюза, что сильно испортило его репутацию среди всех его коллег, которые уехали из Германии в другие страны. Шерезненкер потом как-то несколько с некоторым недоумением к этому относился. А, мол, подумаешь, какую-то ерунду в какую-то газету послал, ну, какая кому разница. Вот. Ну, и тогда ему, в общем-то, пришлось опять эмигрировать. Подался он в первую очередь опять в тот же Оксфорд, где получил только очень кратковременно возможность там пожить. А потом некоторое время был в Бельгии. В каком-то университете. Где-то в процессе всего этого он довольно близко познакомился и подружился с премьер-министром Ирландии по фамилии Де Валера. И этот самый Де Валера разработал план сделать специальный институт, институт высших исследований на манер Принстона у себя в Дублине. Ну, все это там тянулось какое-то некоторое время. Ну, наконец, в 1939 году... А, ну да, в Бельгии ему там опять не повезло, потому что началась Вторая мировая война, и Бельгию опять же захватили все, те же самые немцы. Ну, тогда ему наконец удалось уехать в Дублин, где он стал директором тамошнего института высших исследований и главой одной из двух его школ. То есть институт высших исследований состоял из двух школ – теоретической физики и чего-то гуманитарного. Я уж там не помню, это какая-нибудь история или еще чего-нибудь. Вот. Ну, и вот в Дублине-то как раз Шрюдингер жил много лет, был там самым главным физиком во всей Ирландии. Ну, действительно, немало там сделал, но уже таких выдающихся достижений, конечно, у него больше не было. И только, наконец, в 1956 году он вернулся в свою родную Вену профессором Венского университета, где еще несколько лет поработал до отставки. До того он все как-то сомневался, стоит ли ему возвращаться. Только когда Вена, прошу прощения, Австрия объявила там о своем нейтралитете, там ни поддержания, ни вхождения в военные блоки и так далее, тогда он решил, что теперь, наверное, безопасно поехать в Австрию и вернулся к себе домой. Так. Ну, ладно. Давайте мы на этом прервемся. До следующего раза. В следующий раз я расскажу, собственно, главный вклад в Шрюдингера физику. Вот как он написал свое уравнение. Будете в Цюрихе. Спасибо.